Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённые в СССР» в студии, я и ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы. Звоните нам по телефону 617-5197. Наш электронный адрес в интернете – nostalgia.tv.ru Мы сегодняшний гость вырос в простой советской семье. Папа военный, мама – детский врач. Родители научили его трудолюбию, терпению, усидчивости, любви к людям и делу, которым занимаешься. Когда он попал в группу «Нана», родительское воспитание, конечно, ему очень помогло. Видимая легкость в жизни и на сцене таких баловней судьбы на самом деле достигалась огромным ежедневным трудом и жесточайшей дисциплиной. Первый отпуск у артистов случился лишь через 7 лет после образования группы. Наш гость был, наверное, самым популярным и любимым солистом золотого состава группы «Нана». Но не все в его жизни складывалось просто. Итак, в гостях у программы «Рожденные в СССР сегодня» музыкант, режиссер, продюсер, общественный деятель Владимир Левкин. Водит между строк рука небо в раздумьях, в облаках. Линий разбил бунтир, как на бумаге этот мир. Кто-то в кричащей тишине тайно подносит мысли мне, Чтобы впустить в себя только два слова «ты и я». Чтобы дышать, слушать эту ночь. Ночь торопит, вот точь-точь, чтобы нам помочь. Солнцу ближе к сердцу встать и не потерять. Звук, что внутри, признаний грустных струк, что блеснул в тысячи лун. Просто совсем по пустякам сны доверять своим стихам, Чтобы впустить в себя только два слова «ты и я». На мир обрушить слов поток и не увидеть знаков «стоп». Заградить всех частиц, песни провинции и столиц. Чтобы дышать, слушать эту ночь. Ночь торопит, вот точь-точь, чтобы нам помочь. Солнцу ближе к сердцу встать и не потерять. Солнце внутри, признаний грустных струк, что блеснул в тысячи лун. Солнце внутри, признаний грустных струк. Чтобы дышать, слушать эту ночь. Ночь торопит, вот точь-точь, чтобы нам помочь. Солнце ближе к сердцу встать и не потерять. Звук, что внутри, признаний грустных струк, что блеснул в тысячи лун. Звук, что внутри, признаний грустных струк. И я буду сегодня в очочках, вот так вот в прямом эфире разговаривать и не видеть глаз. Чтобы ни моих, ни твоих не видели два Вовы в студии. Прямой эфир, друзья мои, 617-5197. Владимир Левкин, долгожданный гость у меня сегодня. Хотя, с другой стороны, с Володей мы встречались не так давно в студии разговорной. И уже тогда договорились, что через какое-то время встретимся здесь, в белой студии, для того, чтобы попеть. Тем более, что есть грандиозный повод, правда? Тысячилон, так и пластиночка называется, да? Которая, вот, одноименная песня прозвучала сейчас с этого диска, да? Это открывашка, да. Это первая песня, так скажем, песня «Настрой», песня «Задел», как угодно, назови. Понятно. Ну и винил, я смотрю, возвращается в моду, да, у нас? Говорят, сейчас самые модные ребята выпускают винили. А что на виниле-то начали все выпускать? А диджей очень многие играют на виниле. Очень многие диджей играют на виниле и миксуют, очень здорово получается. А теперь мне что, нужно покупать опять проигрывать или старость свою откопать? Дело в том, что заглянем себе на чердак, я не знаю, где-нибудь. А у тебя старый остался или ты купил себе новую вертушку? Зачем? У нас все по полочкам, все есть. Все, ведь это ностальгическое. Я же знал, куда я приду. Понял. Ну, пластиночку, друзья мои, мне, конечно, жалко вам отдавать. Хотя, с другой стороны, есть традиция, мы что-нибудь дарим обязательно. За наиболее точный, наиболее правильный ответ, который звучит на вопрос, который задает гость. Вот так скажу в данном случае. Потому что мне так неудобно в очках, так мне непривычно в очках быть все это время. Хотя, вот не знаю, как ты все время справляешься. Как вы, звезды, все время в очках в этих ходите, скажи мне. А у нас такие фирменные, понимаешь, там 9, 3, и все сразу. Ну, у вас, да, это у меня дешевое, все по 10. А у вас-то нормальные, по-за границам где-нибудь. Жена подарил. Жена подарил? Ох, какая Вовке жена прекрасная, друзья мои, если бы вы знали. Но, в принципе, может, и узнаете через какое-то время, если повезет. Может быть, она появится в студии через какое-то время, если опять-таки нам повезет. Но, по традиции, в начале программы я тебе уже сказал, наши гости о чем-то спрашивают зрительскую аудиторию. Сдают какой-нибудь ностальгический вопрос. О чем спросим? В каком году расползся СССР? Шучу. Я сейчас задумался уже. В 90-е каком первом? Ну, смотри. В 91-м, да? Да. Ну да, Путь же был 91-го года, да? Рассвет, группа «На-На». Да? Да. Ну, ты не об этом, да? Да, я не об этом. Я на самом деле просто очень спрошу. Тут надвигается дата у меня такая серьезная. Ну, юбилей. Просто юбилей. Да, конечно. Так вот, я спрошу, на каком музыкальном уровне? Какой музыкальный инструмент я впервые освоил? Вот так. Я в музыкальную пошел в школу в 6 лет и пошел на класс вот именно этого прекрасного инструмента. В 6 лет ты уже пошел обучаться на этом инструменте, про который мы спрашиваем зрителей сейчас. Да, конечно. Так на какой класс, по какому классу, какой первый музыкальный инструмент освоил мой сегодняшний гость? Юбиляр, не побоюсь этого слова, Владимир Легкин. Мы пока эту цифру заветную не произнесли, потому что с одной стороны цифра хорошая, красивая, а с другой такая страшит. Вот я еще молодой в сравнении со всеми ими. Вот я смотрел на свое поколение, как они быстро взрослеют, и уже вот эта цифра 50 так часто звучит в этой студии. Думаю, боже, а ведь через какое-то время и мне стукнет 50. А я еще не знаю, есть ли жизнь после 50-ти вов. Есть. Есть, да? Ты же тоже еще не знаешь, не стук наложи. Почему? У тебя какого числа? 6 июня. 6 июня, да? И как раз концерт именно в этот день? Да, именно в этот день. Ты знаешь, такая традиция уже довольно-таки хорошая. Вместе с людьми, которые хотят услышать мои песни, песни, которые я исполняю, песни моих друзей, проводить вместе с ними этот день, то есть приглашать их на концерт. Не просто так. Вот знаешь, когда, я тебе Танин открыл, мы на свадьбе с Маруськой, мы никого не просили петь. Так. Там сказали, три тоста. Ну, ну, ты была людьми закрыть просто. Нет, подожди, три тоста сказали. Вышли, спели, попели, людей развлекли, пошли поели, потом опять попели. А вот потом было не остановить. Хотя мы никого не просили. Так ты музыкантов позвал, наверное, да? Ну да. Певцов, артистов. На найтер своих позвал. Нет, они были на гастролях. Ага, не смогли. Да, не смогли, да. Понимаю. Ну, хорошо. Так вот, 6 июня в этом году я всех приглашаю на свой концерт «Вегас Сити Холл». Он, на самом деле, будет очень интересный, потому что изначально планировалось показать вот программу нашу гастрольную, потому что гастрольный тур сейчас вот в июле месяце мы возобновляем гастрольный тур. И хотелось показать просто программу. Ну, она работана, она вот есть, существует. Но не тут-то было. Что вам помешало? Ну, будет много интересных... Сюрприз? Да, сюрприз. Потому что, допустим, понимаешь, у меня есть песни, которые ну, я очень редко исполняю. А вот детям они идут, а дети их исполняют. Или тоже вот там есть песня «Моя Россия» называется «Очень редко исполняю». Но военному ансамблю, я не побоюсь этого слова, «Форпост», она очень понравилась, они ее исполняют. Ну, и много всяких интересных сюжетов будет в концерте. Ну, мы чуть позже, наверное, об этом скажем. Слушай, ну ты уже раскрыл ряд секретов. Во-первых, я так понимаю, будут дети. Будут дети. Да, потому что, говоришь, детям идут некоторые песни, которые тебе уже... Значит, дети будут в составе. Имена продакшн, продюсерский центр полностью. И они будут и танцевать, и петь. Ансамбль «Ангелы надежды» — это дети с нарушением слуха. Они так танцуют, понимаешь? Это просто идеально. Единственное, что я всегда прошу, чтобы им потопали в ритм песни, чтобы они тоже... Они чувствуют, они не столько слышат, сколько чувствуют ощущения. Это будут «Джинс Бойс», команда такая молодая. Это, конечно же, не побоюсь этого слова, динамичные ребята, которые споют и станцуют. А тоже... Вот песня была, понимаешь, она невостребованная была, им очень понравилась. Они сказали, мы ее забираем. Я говорю, пожалуйста, исполняйте. И, конечно же... Но военные будут, да? Да, военные обязательно будут. И мало того, я знаю, что дочь готовит какой-то... А, то есть для тебя сюрприз, то, что готовит Ника, да? Ты не знаешь, что будет? Да, я не знаю. Нет, абсолютно вообще. Очень здорово. Даже не подозревая, что она готовит, это вот будет премьера ее на большой сцене. Хотя на большую сцену она вышла еще, когда была в маме. Бедный ребенок. Пять лет назад в Кремле. Понятно. Когда она вырастет и придет на программу «Рожденные в СССР», мне не будет у нее смысла спрашивать, выбирали ли вы долго свой творческий путь, девочка моя. Оказывается, уже в утробе матери находясь, девочка была уже... Судьба ее, дорога была предопределена. Андрей из Нижнего Новгорода на прямой связи с нами. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Здравствуйте, Андрей. Слушаем вас. Загадывайте желание. Да. Ну, загадать я ответить хотел сначала. Давайте. Так. Вот. В шесть лет Владимир Левкин наверняка изучал скрипку. О, интересная версия. Принимаем пока, да? У меня есть... Чего у тебя есть такое? Ну, у меня есть жилетка, правильно? Ты хотел бы на скрипке и на жилеточке сегодня, да, слабать что-то? Ну, нет, друзья мои, видимо, отговорили, на самом деле, мы его одевать в жилетку, поскольку это напоминало бы нам о некоторых других нюансах его жизни и его корнях, не побоюсь этого слова. Ну, принимается ответ... Муромских. Муромских. Муромских корнях. Муромских и Владимирских, да, именно это я имя говорил. Принимается ответ относительно скрипки. Называйте еще другие музыкальные инструменты, не прогадайте, поскольку диск пока не улетает в Нижний Новгород, я так понимаю. Давайте поподробнее я расскажу о моем сегодняшнем гости в визитной карточке сейчас, потом вернемся. Владимир Левкин родился в Москве 6 июня 1967 года. Детские годы провел за границей в Потсдаме. Учился в музыкальной школе по классу баяна. Во время службы в армии играл на гитаре в армейском ансамбле «Горизонт». Отслужив, сменил несколько музыкальных коллективов и поступил в институт имени Гнесиных. После участия в конкурсе, организованном Барри Алибасовым, стал сталистом группы «Нана». Девятикратный лауреат национальной музыкальной премии «Овация». Не прерывая карьеру, окончил режиссерский факультет ГИТИСа. В 98-м году покинул группу «Нана». Снимался в телесериалах, выпустил свой первый сольный альбом «Шаги к себе» и поэтические сборники «Хотел бы я остаться навсегда таким молодым и непорочным, и параллели». Работал главным редактором газеты «Детектив-клуб», был ведущим телепрограмм «Музыкальная кухня» и «Ах, анекдот». Затем был организатором, солистом, продюсером и менеджером группы «Кеды». Ныне является директором по культуре общероссийской общественной организации «Союз социальной справедливости России». Занимается благотворительностью, награжден медалью «Во имя жизни на земле». Выпустил альбом «Истории от первого лица» и «Жизнь в 3D». Является генеральным директором международного арт-фестиваля «Открытое море». Владимир Левкин у меня в гостях сегодня в прямом эфире. Мы сейчас сравнивали с Володей, что больше подходит, что меньше подходит, что уже отошло на задний план в биографии, а что остается по-прежнему актуальным. Но не суть. Главное, что мы дожили с тобой до преклонного возраста, до 50 лет, продолжаем общаться. А 6 июня я покажу, какой я старик. Выйду на сцену и покажу. Знаешь, что? Каким образом ты покажешь? В концертном зале «Вегас Сити Холл» покажу, какой я старик. Я думал, вы обнажитесь там, как в группе «Нана» когда-то бывало. Нет, ну тогда тебя придется звать. Я один не смогу. Алексей Склина, может, и вас тоже позовем? Алексей, добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Владимир. Мне такой хотел задать вопрос на ваш. Мне кажется, что Владимир занимался в музыкальной школе духовыми инструментами. Духовыми инструментами. Тоже интересная версия. Мне кажется, очень похоже на Вову. Духовой инструмент это очень сочетается. В армии иногда заменял трубача, когда надо было три ноты сыграть. Я тоже хотел сказать, что духовые для меня почему-то с выраженными силами ассоциируются. Но мы-то говорим о шестилетнем возрасте Володи Левкина. Мамочка привела по классу. Вообще, первый парень на деревне всегда говорили. Наверное, подсказываю ей что-то. Геннадий из Германии. Геннадий, добрый вечер. Геннадий, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Хочу Владимиру Глазунову для начала сказать. Вы сегодня сказали большую радость, что когда подрастет дочь Владимира, вы еще будете вести эту передачу. Это для нас, постоянных зрителей, большая радость. Да жить бы мне до тех времен, друзья мои, когда подрастет Ника. Значит, хотел бы попытаться ответить. Думаю, что Владимир занимался баяном. И вопрос к Владимиру. Как у вас сейчас складываются отношения с бывшими участниками группы «Нана» из Баря Лебаса? Поддерживаете ли вы отношения? Спасибо большое. Вопрос. Ни одно интервью с Левкиным не обходится без этого. Дружите ли вы? Хочется отметить, что бывших солистов золотого состава не бывает. Золотой состав был один. Ну, как, понимаешь, бывших журналистов не бывает. Бывших состава группы «Битлз» не бывает, наверное, тоже. На самом деле, ребята играют, и слава богу, и все складывается. И песню какую-то записали большую, и это здорово. Я только приветствую. Правда, гастрольные пути очень редко пересекаются. Но с днем рождения всех поздравляю. И шестого поздравлю Барри Каримовича тоже с юбилеем. А, вы же в один день родились с Барри, да? Да. У него тоже юбилей, да, в этом году? Сколько ему? 70? 80. Чего хочешь 80? Нет, я Барри недавно видел. Выглядит хорошо, молодец, потрясный, в живом уме, в резвой памяти. Потому что так идешь, на какой-нибудь тусовке находишься, и некоторые артисты, они вот так сквозь тебя. Они не видят, они не замечают. Когда подойдешь, они начинают с тобой... А Барри, он вменяемый человек, я как-то скажу. Ну, абсолютно вменяемый. Ты знаешь, 10 лет его руководства определенное дали плоды. Яким Георгиевич, с одной стороны, Шароев, Царство Небесное, Барри Каримович, с другой стороны. И они позволяли подсматривать, как они работают, а это очень здорово. Понимаешь, есть какие-то такие вещи, которые можно только подглядеть и почувствовать сразу. Научить этому нельзя, но можно научиться, да? Можно научиться, если ты хочешь, ты научишься всегда. Понимаешь, у того же Микеланджело, когда были ученики, они же не просили его показать, да? Они стояли, смотрели и за ним повторяли. Ну, правда, не у всех получалось, но ничего. Главное, что у кого-то... Это было разумно в художниках, стоящих и сильных, да? Ну, будем считать, что Владимир ответил на ваш вопрос относительно дружбы с бывшим золотым составом слова бывшего бюроя группы «Нана». Я так понимаю, с закадыками они не стали, с закадычными друзьями. Так бывает. Вот когда вместе на протяжении многих лет, когда 900 городов ты окучиваешь за год, за полтора, за год 900 городов, да, даже такое бывало, то, конечно, быть может, приедается лица, и черты характера становятся какими-то такими непереносимыми, и еще какие-то нюансы существуют. Хотя, с другой стороны, быть может, все иначе в вашей жизни было. Не знаю. Может быть, вы и не приелись. Хотя космонавты мне рассказывали, что они долго не могут находиться в одном закрытом пространстве. Нет, понимаешь, есть такая не теория, а это уже теория, которая прошла практику. Коллектив может существовать 6 лет. Дальше нужна либо свежая кровь, либо смена направления, либо длительный отпуск. То есть машина времени нарушает все законы на сегодняшний день, да? Вот, да. Вот скажу, что да. Вот прямо откровенно, честно откровенно. Да и «Роллинг Стоунс» нарушает. Нарушают, конечно. Но ты знаешь, сколько у них новых кровей было, да? Ну да, в Ливане там было периодически. Жены, дети. Вот новая кровь-то в чем. Должно быть либо продолжение, либо какое-то ощущение новое. Взрывы новые и все остальное. Новые города. Потому что мы без них не можем. Вот встреча со зрителем – это самое важное. И для меня, правда, очень важно 6-го числа, 6-го июня в Вегасе Тихоле встретиться с теми, кто захочет прийти на концерт. Ну, с 6-го мы все будем, правда, в Вегасе, друзья мои? Ирина из Москвы. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. На мой вопрос уже ответили. Я хотела тоже сказать баянный аккордеон. Так. И я хочу пожелать Владимиру провести очень хорошо свой концерт. Мы желаем ему всего самого наилучшего. Приходите. С моим сыном Димой. Приходите. Спасибо. Димочке привет большое. Димочке привет. Это моя сестра. А, ты узнал по голосу. Да, стрёмночку. И мой окрестник, Тимка. Говорят, вылитый. Говорят, мы очень похожи. Говорят, ты не видел его? Ну, нет. Вот так вот смотришь, очень-очень похож. Но все мы похожи на мою маму. Вот даже Ника. Два билета, так называется. Следующая вещь, следующая композиция. Наверное, они про те самые два билета, которые вам еще следует приобрести. на 6 июня в Крокус. Вегас. Вегас. Сити-холл. Вегас-сити-холл, да. Слушаем. Самолеты, поезда, серпантином города. За мной, где-то забыт покой, как успеть. Тихо слышно шум шагов, незаметные следы. Знаю, оставляешь ты их не стереть. Два билета в лето, два билета в осень. Два и у зимы будем ждать весны. Чтобы нас любовь встречала ровно в осень. Может, сказка это, счастье два билета. Время ожиданий, разлук и тепло любимых рук. Одиноких нет преград. Не укрыться даже за стеной, если то быть одной. Не со мной. Как отчетливо звучит ежедневный шум дорог. Не заметить, как я смог остаться с тобой. Два билета в лето, два билета в осень. Два и у зимы будем ждать весны. Чтобы нас любовь встречала ровно в осень. Может, сказка это, счастье два билета. Время ожиданий, разлук и тепло любимых рук. Время ожиданий, разлук и тепло любимых рук. Историй простых сюжетов встречи ждут, минуты отбирая. Лишь двоим нам досталась радость сквозь печали груз. Верю, что дождусь, дождусь. Два билета в лето, два билета в осень. Два и у зимы будем ждать весны. Чтобы нас любовь встречала ровно в осень. Может, сказка это, счастье два билета. Время ожиданий, разлук и тепло любимых рук. Красивая песня тоже. Спасибо тебе большое за нее. Я думаю, что это вот не как раз, не совсем про те два билета в Вегас. Хотя, с другой стороны, я не напоминаю, что вы всегда можете приобрести эти два билета, потому что подозреваю, что не в одиночестве пойдете на концерт, который Володя даст в честь своего юбилея, а вот с одноименным названием «Тысяча лун». Мы уже показывали и пластинку вам сегодня, и песню одноименную пели. Я думаю, что сейчас с каким-то особенным волнением я произнесу имя человека, который нам звонит. Боюсь, что это тоже родственница. Ника из Москвы. Скорее приезжай домой. Что скажешь, что? Привет, пап. Привет. Как дела? Ну, ты как видишь, работаем. Я очень тебя люблю. Спойте песни вместе с мамой и поскорее приезжайте домой. А спой ту песенку, которую ты готовишь, хотя бы чуть-чуть. Рад. Давай. Там, за окном, вижу словно красочный альбом. О, он не знаком, но и под нам чудес. О, ля-ля-ля. Молодец. Браво, Ника, молодец. Слушай, а говорить не знает папа. Говорит сюрприз. На самом деле, по-моему, репетиция там шла полным ходом. Нет, папа не знает. Спасибо тебе за звонок. Через какое-то время и папочку, и мамочку мы вернем в дом родной. Они заедут за тобой. Меня даже обещали подвезти по дороге. А мы сегодня с Володей этим разговаривали днем по телефону. Без машины я, поскольку сегодня. Давайте мы сейчас девочку покажем. Наверное, будет правильно. Есть у нас сюжетик такой, да, где Нику готовили к съемкам в клипе. Солнце мое, по-моему, клип. Счастье мое называется, да? Счастье мое чуть позже прозвучит. В живом исполнении, здесь, в студии, обязательно прозвучит. А пока давайте увидим, как Нику готовили. Потому что очень было важно, чтобы смех ребенка родного был задействован в этом клипе. Домашняя съемка. Прошу вас не осуждать нас, друзья мои. Зато мы увидим живую, реальную домашнюю съемку и живую реакцию мамочки. За кадром мы услышим прямо сейчас. Так, ножку спустясь. Да. Давай, давай. Вот так можно. Давай. Хорошо. Еще. Улыбайся. Улыбайся. Хорошо. Отлично. Отлично. А теперь посмейся. Садись и смейся. Сядь, садись, 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 садись на лесенку, на лесенку садись Сядь, как Ника садится и смеется? Как ты смеешься, покажи, Никош? Ну-ка, давай вместе посмеемся А повернись к маме, покажи, как ты смеешься А как клоун смеется, Ника? О, смотри, клоун пришел А вообще? Ну вот ради этого хе-хе-хе в конце детского задорного, по сути дела, все и делалось. Я оговорился, оказывается, там за кадром не Марусин голос звучит, а голос бабушки, да? Да. Привет. Здравствуйте. Привет. У нас пополнение в студии произошло, вы видите, друзья мои, родители образовались тоже вместе теперь здесь, в прямом эфире, перед вами Маруся. Привет Никуша. Ты маму растрогала до слез. Заплакала мамочка, услышав доченьку родную. Видишь, сегодня родственники звонят, а то крестники в эфир прямой. Не дайте вот народу пообщаться. Не говори, как будто вы дома не наговоритесь, нужно в прямом эфире это сделать обязательно. Тем более есть люди, которые хотят задать вопрос или ответить на твой вопрос. Александр из Кирова-Чепецка. Александр, добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Спасибо вам за такого шикарного гостя. Спасибо гостям шикарным, слушаем вас. А у меня вопрос будет к Владимиру Лёвкину. Какой же? Как он помнит 92-й год и в городе Евпаторию. Я в своем детстве в 5 лет был на концерте золотого сустава группы «Нана». И какие воспоминания у него остались о Крыму в 92-м году? Спасибо большое. Ну вот, наверное, сложно 900 городов запомнить, да, Валыч? Нет, ты знаешь, Крым отдельный. Вообще Крым всегда была отдельная история. Отдельная история севера, отдельная история Дальний Восток. И практически все города запоминаешь. Но в каком году всегда это очень сложно. Ну, какую-то специфику городскую тоже назвать сложно, да? Чем тебе там запомнилась Евпатория, там Кирово-Чепецк и так далее. Сейчас, наверное, вот такие вопросы будут люди задавать, потому что для них-то это памятное событие. А для вас это вот такой чёс был серьезный по стране. Надо отдать должное. В самом начале, когда мы начинали свою гастрольную деятельность, мы практически в каждом городе ходили куда-то на экскурсии. Вот везде ходили на экскурсии. Потом уже, да, потом уже все, вот машина завертелась, завертелась, завертелась и пошло и пошло. Это ваше желание было ходить в каждом городе на экскурсии? Или Барри Каримович вас культурно просвещал таким образом? Предлагали. Ну, не все ходили, конечно. Наш коллектив был выездной, 36 человек. Сколько? 36? 36. Это с балетом, да? Балетом, музыкантами, с солистами. Техники, звукорежиссеры. В общем, все как положено. Поэтому кто хотел, ходил, я ходил. Поэтому это, конечно, была не просто группа «Нана», это был ансамбль, это был театр, как ты где-то говоришь. Это был театр, да. И на самом деле Евпатория в свое время мне очень запомнилась тем, что отец же служил в Германии. И мы приезжали в Евпаторию отдохнуть прямо из Германии, в Москву, заехали только на дороге из Германии и потом в Германию. То есть практически в Москве не было. Ну и вот вначале, я представляю тебя, я сказал, что и отпусков-то на начальном этапе тоже особенно не было, да? Нет, отпусков не было. Первый раз, когда я там через 7 месяцев приехал домой, мама на меня посмотрела и говорит, надо тебя кормить. Я говорю, не надо. То есть ты изглал беду, да? Я говорю, мне надо спать. Выспаться нужно, да? И сутки я спал. Сутки. Сутки. Вот он мне такие легенды рассказывает, что он между концертами спал. А ты не веришь, да, Марк? Нет, на самом деле это было вообще, там к нам приходили новые люди, новый балет, там новые музыканты. Для них было шоком. Мы вот в самолет садимся и так, и все, и спать. Потому что невозможно. Верю, конечно, потому что сейчас сама езжу на гастроли. Сама сплю, да? Да, сама сплю. Потому что действительно это очень сложно, когда разные часовые пояса. Я помню, что у нас, помнишь, было 8 марта, когда был Ростов-на-Дону, Москва, Вильнюс, и везде разные часовые пояса. А перь, да? И где-то была весна, где-то было лето, а где-то была зима. И как-то я так прям почувствовала, как это по организму бьет. Это ты про Москву теперешнюю, наверное, расскажешь. Где-то зима, где-то лето, где-то весна. Не поймешь, что в мае в Москве творится. Счастье мое, мы показали фрагментик вам маленький из этого клипа, просто чтобы Нику засветить в конце этого клипа. Но хочется, чтобы песня живьем прозвучала в студии, правда? Попробуем? Да. Исполните? Давайте. Прошу вас. Эту песню тебе я тихонько пою, сердцем нежно горю, прогоняя печали. Эту песню тебе я с надеждой дарю, потому что люблю и от счастья мечтаю. Счастье мое, горе мое, две стороны медали. Вместе с тобой будет легко радости и печали. Ничего для тебя, ничего для тебя, мне на свете не жаль, мне на свете не жаль. Счастья нового дня вновь у нас под крылами. День наполнен тобой, вечер пахнет весной, но число, как ты спишь, прижимаясь к плечам. Счастье мое, горе мое, две стороны медали. Вместе с тобой будет легко радости и печали. Просто вместе с тобой жизнь прожить суждено. И в своей ворожьбой нас судьба не обманет. Наши части любви будут только расти. Все, что было мечтой, нас теперь окружали. Счастье мое, горе мое, две стороны медали. Вместе с тобой будет легко радости и печали. Вместе с тобой будет легко радости и печали. Браво, молодцы. Ну что, Мариш, легко в радости и в печали с этим молодым человеком? Или уже не молодым? Мы сегодня про какие-то сроки, про какие-то юбилеи говорим. Себя рекламируешь, да? Себя в том числе рекламирую. Ну а мне тут немного осталось. Легко, легко. Он же легкий, легкий, легкий. Ну мне повезло. На самом деле я им очень горжусь. Потому что это человек, который умеет исполнять мечты людей. Просто мы так часто встречаемся на гастроли с какими-то людьми, которые подходят и говорят, вы знаете, ваш муж изменил мою судьбу. Или ваш муж... Господи, можно было точку поставить. Ваш муж изменил. Нет, пока не подходят с таким. Например, Дима Широкоэс, актер, который исполнил роль, Левина в сериале «Интерны», спустя какое-то время подошел ко мне и говорит, знаешь, я никогда тебе не признавался, но я хочу признаться, что в первом классе мы изображали группу «Нана». Я, говорит, был Левкиным и пел песню «Раз, два, три» на меня-то посмотри. Была такая в репертуаре группы «Нана». И так, так, я, говорит, что такое челкое дело, как Левкин. И я, говорит, впервые услышал вот эти аплодисменты, вот этот успех, вот это вот, что такое быть артистом, стоять на сцене. И для себя твердо решил, что точно я стану артистом. Ну, как, не как, может быть, Левкин, но стану артистом. Ну, Димка вырос, стал звездой. Кинавистист. И благодаря кому? И вот таких историй очень много. Да, действительно, реально, много историй, которые изменили жизнь. Моя-то уж история уникальная. Твоя-то в чем уникальность? А я в 11 лет пришла на концерт группы «Нана» в городе Ижевске, на стадион. Я вообще любила группу, другую, «Тэкзэт», «Мадонна». Вот, а пришла на концерт группы «Нана», не знала ни одной песни. Но Левкин меня покорил. Прямо сразу в 11 лет? Сразу, да. Все иностранные слова сказала. Ты скажи все. Она смотрит «Нас весь мир». Она смотрит «Германия». «Германия, привет». Вот. И я пришла к маме и сказала, говорю, мам, я хочу выйти замуж за Левкина. Это ты в 11 лет реально сказала мамочке? Да. Ну и чего мама сказала? Висков не покрутила пальцем у виска? Нет, ну как-то, ну, вот сейчас подойдет к вам 11-летний ребенок и скажет, я сейчас выйду замуж за Егора Крида, вы тоже, наверное, улыбнете. Я скажу, конечно, выйдешь. Какие могут быть разговоры? Так и мама, наверное, сказала, конечно. Выйдешь за Левкина. Нет, ну когда увлечение такое, группа «На-На», оно такое… Бывают какие-то пересечения. Ты знаешь, я когда учился в музыкальной школе, это было в Потсдаме, и мы пели там все вместе в хоре. И приехала Людмила Зыкина, исполняла песню «Белеет ли в поле Пороша», это была любимая моя песня, нереально любимая. Я вышел в середину зала, офицерский дом офицеров, я вышел в середину зала, и подпевал ей, она так говорит, ну-ка, иди сюда. Я пришел, прибежал сразу на сцену, и стал рядом с ней, допел, значит, стоит под горою Алеша. Ты же тогда не очень осознал величия Зыкина, тебе просто нравилась песня? Я, конечно, мне нравилась песня, мне нравилось исполнение, мне нравилось, как она преподносит ее. Через какое-то время, через многие года она вспомнила эту историю, когда она была уже в Германии, мы как раз в Берлине с ней встречались, у нас был совместный один концерт, и я такой говорю, помните, вот Потсдам, маленький парень. Она говорит, стоп, который вышел ко мне на сцену, она говорит, стоп, это ты? Я говорю, да, ну я же тебе тогда сказал, артистом станешь. Володя вспомнил эту историю, а Маруся другую совершенно, про свои 11 лет, про свою любовь к тогда безумно популярному солисту, наверное, самому популярному, я сегодня не оговорился, когда представлял Володя вначале. В какого Левкина влюбилась Маруся, мы увидим прямо сейчас. Может быть, когда-то вспомню я, ребята, все, что подарил мне этот месяц, май, первое свидание. И в любви признание, и в любви признание, и девчонки первые поцелуи. Запивай, запивай, запивай эту песню в месяц, май, и любимой принеси ты слова моей любви. Раз, как ты, месяц, май, криком первых птичьих стар, и светением со мной про мою любовь. Рожденные в СССР Левкина, рожденные в СССР у меня в гостях сегодня, Владимир Левкин, Маруся Левкина, вот мне кажется, в такого парня влюбилась, впервые увидев Маруся на концерте в 11 лет, группу «На-на». Май другим был. Другим был май, только, да, не такой, как сейчас, морозный, холодный, снежный в Москве май. Не знаю, как в ваших городах, в Санкт-Петербурге, я слышал, солнышко сегодня было, да, Михаил? Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Здрасте, здрасте. А что у меня Анатолича, а 50-летнего Левкина, просто Владимир? А у нас так положено, Владимир, но на вы. Хорошо, давай. Ну да. Я хочу, Владимир Анатольевич, спасибо сказать за вчерашнюю передачу, которая была в записи, мне просто, что вспомнили памяти, вчера вот не стала историка, из Кутовида, на него додуре, его передачу поставили. А, додуре, да, да, памяти его, да, спасибо. И Владимиру хочу вопрос задать, мне вот интересно, вот общается ли он с кем-нибудь из бывших участников группы НАНА, и вот неинтересная судьба, как сейчас Владимира Асимова, что-то его ничего про него не слышно давно. Свежий вопрос, давно не задавали. Да, идет интересно. Ну, на самом деле, о Вовке-то сказать, Вовка шикарно, они уехали в Испанию, и у него там... Семьей. Да, семьей они поехали в Испанию жить, и Вовка записал на испанском языке. Там практически целый альбом, и реально там его крутят, знают в Испании. Да, дело пошло. Да, ну, я не знаю, сколько пошло, не пошло, тоже давно не общались, но по большому счету, понимаешь, ну, жизнь такая вот, в одну реку, в другую входишь, да, потом не выходишь, идешь дальше. Потому что он живет, и слава Богу, мы счастливы за них, совершенно шикарный сын Семен, знает пять языков. Года два назад мы встречались. Слушаем, Валентина из Владимира, Валентина, добрый вечер. Валентина, добрый вечер. Здравствуйте, Семьей. Здравствуйте, слушаем вас. Говорите, 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 пожалуйста. Ага, Володя. Да. Здравствуй, дорогой. Я очень переживала за тебя, когда у тебя были очень приятные, мягко сказать, времена. Угу. Сейчас рада тебя видеть, здравия. Я горжусь тобой, что ты все это преодолел. Будь счастлив, всего тебе хорошего, и востребованности. Без нее жизнь плохая. Всего хорошего. Счастья вам, молодые и дорогие. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Это важно слушать слова поддержки, не только когда тебе плохо, когда ты болен, но и даже сейчас знать, что кто-то где-то молился за тебя, переживал, чувствовал твою боль каким-то образом. Нет, это нереально. Мне мама не давала письма, потом я месяца четыре, наверное, еще читала эти письма, понимаешь. И когда там детской рукой написано «Владимир, выздоравливай» и лежит там пять рублей, ну это дорогого стоит. Это очень дорогого стоит. Я знаю, что даже не все близкие люди так относились, как относились дальние, да? Нет, почему? Семья вся была рядом, вообще вся семья была рядом. Это было, наверное, самое-самое главное. Мама, папа, сестра, старшая дочь, даже первая жена. Ну вот, понятно. То есть все были рядом, все было хорошо. Давайте, Андрюс, снова к песням. Что слушаем сейчас? А ты знаешь, есть очень прекрасный человек, композитор Илья Зудин. И как-то однажды он мне позвонил, говорит, Володь, для тебя есть песня. Ну, мы записали песню, и через какое-то время он опять позвонил, сказал, теперь... Ну, мы познакомились, естественно, как-то... Гастроли, гастролями, мы познакомились, шашлыка вместе поели, там какие-то... Стали дружить с семьями. Да, стали дружить с семьями, да. Я вам потом позвонил и говорит, Володь, для вас есть песня, давайте, вот ее запишите, пожалуйста, и я буду счастлив. Илья, спасибо тебе за песню. И подожди, сегодня у Иры Тихоновой день рождения у нашей подруги. Да, Ирочка очень любит эту песню, и, с твоего позволения, Ире Тихоновой мы споем эту песню. Конечно, давайте успеем. Слушай. 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 Девушки отдыхают Прошу, не отпускай Мы с тобой на земле обещан рай Доверься мне, не бойся Я навсегда с тобой И счастье нас найдет само собой Закрыли глаза Увидишь ты Как все сбываются мечты И даже на краю земли Нам ничего с тобой не надо В океане любви утопаем с тобой Это небо награда Даже на краю земли Счастливы с тобой в пуде Обо всем, что тревожило нас Навсегда позабудем Ты сердце разбудила Которое спало И навсегда тебе оно твое Глазам своим не верю Пишу одним тобой На край земли Зову с собой Закрыли глаза И даже на краю земли Счастливы с тобой в пуде Обо всем, что тревожило нас Навсегда позабудем Навсегда позабудем Обо всем, что тревожило нас Навсегда позабудем Ну, очень красивая вещь Спасибо большое, что исполнили ее Спасибо Илье Зудину Илье Зудину, конечно, отдельный поклон Автору за эту композицию За эту вещь Мы уже рассказали уже про 11 лет Про то, как впервые увидела Марусь Володя А в любви ты когда признался? Он или я? Кто вообще первый потом обратился? Я понимаю, что он тебя в 11 лет не заметил Да, я долго ходила рядом Рядом, рядом А когда заметил-то? В какой период времени? 2009 год 25 октября Владимир Левкин впервые в своей жизни Соглашается на такой эксперимент Встреча с поклонницами Мало того, что они меня 3 месяца мучили Все поклонницы И поклонники вместе взяты Ты согласился встретиться? Давайте, говорит, встретимся Я говорю, зачем? С фан-клубом своим У меня вот одна голова, две руки, две ноги У вас то же самое Нет, говорит, давайте поговорим Вот давайте все-таки Нам очень интересно Три месяца мучили Но потом, когда они уже сказали Что тут со всей стороны народ собрался Да, реально Девчонки приехали из других городов Я тогда уже думаю Ну ладно, хорошо, давайте Причем в Москве была ужасная погода Я стоял в пробке Я опоздал часа на три на фиг На два, да? Ну вот, это было впервые в жизни Я опоздал на два часа Они все сидели и ждали Ты была среди них? Да Пришла Ну вот как-то так Наверное, самое смелое Я думаю, что так сложились звезды И так, наверное, было суждено Этому сбыться, этой мечте Слишком часто я загадывала желание Хочу быть с Владимиром Левкиным Хочу, чтобы он был счастлив Ну, надеюсь, он сейчас счастлив Поэтому я рядом В общем, это желание осуществилось Суп готов Дети рождены Да, дети рождены Суп готов Муж накормлен Слава Богу, жив-здоров Это очень важно Даже на сцене я рядом На сцене тоже рядом Я вообще читал где-то в каком-то интервью Что никогда они не расстаются С одной стороны, думаешь, миф Такая красивая фраза, легенда А с другой стороны, вот наглядная иллюстрация Наш сегодняшний эфир Володя пришел рассказать о юбилейном концерте И, разумеется, Маруся находится рядом Который будет 6 июня И в котором, помимо Маруси Еще будут всякие Очень хорошие исполнительницы Да, я делю его с другими певицами Они все говорят Почему? А я говорю, они такие талантливые Я их так люблю Что мне не жалко Давайте о вашей любви посмотрим Потом вернемся Я верю вас мужем и женой Объявляю вас мужем и женой Эти слова и эти минуты Владимир и Маруся запомнят на всю жизнь Теперь они законные муж и жена Я вышла замуж за Левкина Исполнилась мечта идиота Идиота Море цветов Поздравления от близких И слезы счастья На этой свадьбе было все Ну, наверное, больше не нужно никаких комментариев После тех эмоций Которые вы увидели сейчас на этой свадьбе Я думаю, что жизнь только началась У этой красивой молодой пары Все так же кричу Все так же кричу И так же не верю, наверное В то, что я вышла замуж за Левкина На каком-то периоде, наверное, правда не верилась Я, честно, до сих пор иногда просыпаюсь И мне кажется, что я сплю Да Правда Помните, такой фильм был Игры разума Да, конечно И когда я поняла, что действительно он шизофреник Потом, говорит, я понял, они не стареют Я смотрю на Левкину Боже, он не стареет Он правда не стареет Шизофрения У меня Вы, правда, все реальные Стихи не пишут тебе? Стихи пишут Он мне посвятил целый альбом Называется Тебе одной Вообще Это уникальный артист В мире никто так не делал Он выпустил альбом 3D Это три разных альбома в одном Вот Никто так не делал Никто так не догадался Это три разных истории Три разных мыслей Тысяча лун Это такой серьезный С хорошей музыкой Больше такой Ну, как бы его и женщины любят Я почему-то про стихи тебя спросил Да, да, да А я сейчас приду к этому Второй такой дуэт Там и дети, и певицы Которым я разрешила спеть А третий Это вот прям Это прямо мое личное интимное Ты тебе одной Это автор Левкин И прекрасный И Ваня Кононов И европейские авторы И Витя Чайка И Витария Сбарана Вот я прям горжусь Да Сказала Почему я спросил про все это? Потому что вот эта книга Тоже раритетная достаточно Это сборник стихов Володи Левкина Причем не единственный Сборник стихов Вот одна из книг Написанная им Почему я спросил про поэзию? Потому что стихами Ты ты балуешься Достаточно давно Да? Ну, с детства С первой любви, можно сказать Ага С той самой Первой любви к музыке И к тому самому инструменту Про который мы спросили вас вначале Да Действительно это был баян, да? Или аккордеон? На самом деле это был баян, конечно Баян, да? Потому что Было всего Скрипка Скрипка не было, к сожалению Было всего два варианта Либо это баян Либо это пианино Но пианино Тяжелый С собой, так сказать Да, да, да Но с другой стороны Жалеешь, да? Что не освоил Да, пианино Кстати, это тот инструмент Который я хотел бы освоить Но уже я живу сейчас И сейчас у меня просто Реально нет на это времени Сейчас с Никой будешь осваивать То есть как я с детьми Попытаемся В свое время Да, попытаемся Потому что все-таки Пианино Рояль дает Немножко другие ощущения Я очень Завидую этим людям Хотя в компьютере Это только По ноточке, знаешь Друзья мои, кто назвал Все-таки правильно Инструмент баян Перезвоните нам Кто первый перезвонит Это получится подарок Альбом 6 числа 6 июня В Вегасе Встречаемся на концерте У Володи Да И сегодня Заканчиваем Какой песней? Ты знаешь Есть очень хорошая песня Я вернулся сейчас из Магаса Где 9 мая были большие празднества Я там пел эту песню С простыми словами Понимаете Все, кто рядом Они всегда вместе Вместе и навсегда Правильно Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому На одной из тех планет Свет вечный и неделимый И в моем сердце навсегда Ты и я Вместе мечтать мне руку дай Вместе летать не отпускай Наш мир он из тепла И света Вместе прощать Встречать рассвет Вместе искать один ответ Всегда Вместе навсегда Счастье любой ценой На перекор с судьбой Путь грустный И одинокий И нет совсем уже лишних монет Но подождут Но подождут увидеть след Дороги Рождается этот след Вдаль от одной из тех планет Свет вечный и неделимый И в моем сердце навсегда Ты и я Вместе мечтать мне руку дай Вместе летать не отпускай Наш мир он из тепла И света Вместе прощать Встречать рассвет Вместе искать один ответ Всегда Вместе навсегда К небу праздни свою ладонь И пусть яркий свет разорит Все виние судьбы твоей И вычеркнет все беды И сметель и боль Этот мир наш с тобой Вместе мечтать мне руку дай Вместе летать не отпускай Наш мир он из тепла И света Вместе прощать Встречать рассвет Вместе искать один ответ Всегда Вместе навсегда